Ночью синей, ночью лунной разговец я. Леонид Дербенев, большая медведица. Дорогие друзья, с мат на первом канале. Доброе утро. У нас в гостях сегодня Лариса Удовиченко. Пожалуйста, поаплодируйте. Доброе утро. Спасибо, что вы к нам пришли. Мы вас очень долго здесь ждали. Мы вас очень долго ждали. Нам пишут письма, все говорят, где Лариса Удовиченко, почему она к нему не приходит. И вот я здесь. И вот вы здесь к нам пришли. А все говорят, что вы очень хорошо готовите. Не прям более... У нас гости делятся на несколько типов гостей. Один тип – это люди, которые не умеют готовить, но при этом очень интересные яркие собеседники. Шутка на первом канале. А есть гости, которые и умеют и готовить, и при этом любимы горячо нашей публикой. Это вы. Рассказывай, что мы сегодня будем с вами готовить. Значит, сегодня мы с вами будем готовить салат, который я узнала много-много лет назад на съемках фильма «Летучая мышь». Это были те времена, когда в ресторанах было дорого и трудно было туда попасть. Ходили в ресторан раз в месяц. Поэтому приглашали домой. И дома была такая разносолье, и такая красота, и вкуснота. И вот жена нашего режиссера Яна Борисовича Фрида. Она прекрасная, красивая женщина. Одну секундочку. Талантливая актриса. Да, Яна Борисовича Фрида, которую зовут Виктория Захаровна Горшенина. Вика Горшенина, это бабушка моя говорила. Замечательная. Она приглашала актеров, снимающихся у Яна Борисовича к ним домой. Позвольте, я даже напомню, какие фильмы снял Яна Борисовича Фрид? Помимо летучей мыши, он же снял фильм «Собака на сене». Он снял «Собака на сене». «Дон», «Сезан...» «Де Базар». Да. «Сезан Де Базан». «Де Базан». Да, да, да. Потом он снимал «Тартюф». Ну, в общем, все самые, все вот эти музыкальные фильмы про Средневековье. Музыкальные, прекрасные, красивые фильмы. Вот это вот все Ян Борисович Фрид. И наш фильм, который стал потом культовым, и его очень часто показывают в празднике «Летучая мышь», вот участники этого фильма были приглашены в гости к Фридам. Я напомню, этот фильм вышел за... Он вышел в 79-м году. 79-й год. За 6 лет до появления фильма «Бэтмен». Это к чему? Ну, просто, ну, «Летучая мышь», «Бэтмен». То есть мы как бы были впереди и в этом. Конечно. Вот. И поскольку я одесситка, и я привыкла пробовать и определять, и Одесса такой хлебосольный город, вкусный город, смачный город. Поэтому, пробуя какое-то новое блюдо, я старалась определить, что это, из чего приготовлено. И вот я хочу приготовить салат, который я попробовала у Вики Горшини. у Виктории Захаровны. Да. Тогда она для нас была Вика, сейчас я так уважительно ее обзываю. Да. Вот для этого нам понадобится отварная свекла. Мы сварили вот у нас, пожалуйста, свеклу. Молодцы. Лук. Лук. Чесночок. Немножечко чесночка. Так. Я достаю досочки, с вашего позволения. Давайте. Что нам нужно? Вот выбирайте. Либо вы будете натирать свеклу на терке, либо будете резать лук. Ну, естественно, я возьму то, чтобы... Нет. Давайте, пожалуйста, я плачу и так всегда без лука. Не-не-не-не. Я, знаете, я сейчас... А с луком еще больше. Я одновременно думаю о том, что вам меньше всего хочется, плакать, или чтобы у вас руки были... Нет, я не хочу. У меня свежий маникюр, поэтому лучше я буду резать... Прошу вас. Прошу вас. Прошу вас. Мой маникюр не свежий, поэтому я могу, совершенно спокойно натереть свеклу. Так. Для того, чтобы не очень плакать, нож нужно мочить в воде. Ну, нож острый, хороший, поэтому... Я, честно, могу сказать, девушка не помни, когда я в последний раз плачула. Что вы говорите? Я бесконечно плачу. От лука. От лука. А вы сентиментальный человек? Я очень сентиментальна. А вот вы смотрите фильмы, плачете? Слезы очень близко. Я плачу, когда я смотрю фильмы, когда я смотрю спектакли, когда я смеюсь. Конечно, я очень сентиментальный человек, я могу сказать. И мне кажется, что вообще, когда человек умеет... Когда в нем есть вот такое, как бы, да, он не чёртый. Когда он такой вот... Ну, взять и заплатить. Прекрасно. Вы представляете, какие добрые, открытые люди, какие сердобольные. А вы можете заплакать? Дивное слово сердобольное. А вот можете заплакать? У меня папа, ну, вы его знаете прекрасно. Я знаю прекрасно. Я папу вашего очень люблю, мы с ним так смачно готовились. Да, так вот я хочу сказать, что в фильме, естественно, папа вообще очень редко плачет. Я один раз видел, как он плачет, когда в фильме «Терминатор 2», когда уходил в лаву, в раскаленную лаву, уходил Шварценеггер, мне так показалось, папа плачет. Папа смотрел этот фильм? Папа должен был сниматься. «Терминатор»? Но, к сожалению, пришло письмо из театра «Лейского голосомола», анонимное, нет, анонимное письмо, мол, там он пьет и все. И режиссер Джеймс Кэмеронт сказал, нет, я тогда с Андрюшей Урганта работать не буду. Ну, были времена, когда меня приглашал такой известный кинорежиссер французский Люк Гадар. На секундочку. На минуточку. Гадар, великий, неизвестный, великий. Великий, неизвестный Люк Гадар. После того, как началась перестройка, во французском журнале был прислан сюда фотограф из Франции, корреспондент. И снимали, ну, как бы, людей, которые достигли каких-то достижений в области искусства, науки, спорта. Давайте скажем, просто одним словом, звезд снимали, Лариса, но вы звезда, что вы не видели? В общем, сняли меня, очень красиво, для французского сняли, Третьяка, я ему даже забивала гол в ворота. Третьяку? Третьяку, да. Ну, такая шутка была. Да, сразу сняли. Ну, снимали все на фоне Кремля, звезды. Это было очень холодно, а я жила на Калининском проспекте, у меня было такое большое-большое стеклянное окно на кухне. Было очень холодно, вся Москва в снегу. И пришли французы, которые сняли, очень красиво на фоне этого стекла, как-то меня намочили, стекло намочили, майка прилипла, я была в какой-то майке, майка прилипла, села. Какие французы? Это было всегда, это было тогда еще очень, ну, как бы, не принято. И во французских журналах вышло. Короче, позвонили, чтобы экспортили, пригласил Люк Гадар на съемке своей картины. Но меня не отпустили, сказали, что я очень занята. Тогда еще не пускали. Вот нас же смотрят сейчас эти люди, которые не отпустили. Ну, надо сказать, что я не удивилась. Мы так привыкли к тому, что не пускали, привыкли жить в своем мерке. Гадар позвонил, позвал на съемку. Радоваться счастью в своем мерке. Поэтому мы с вами вытретесь свеклу, я уже или свеклу. А по-украински называется буряк. Я, в общем, знаете, можно только пожалеть Гадара, который не попробовал, как вы готовите. А мы попробуем. Хорошо. Значит, я готова уже жарить этот лук. Сейчас будем его жарить, да? Все, тогда я, с вашего позволения, предложу вам просто вот так. Боже, это вы так быстро натерли эту свеклу. Да, вот замечательно. Но мне нужно две сковороды. Я вам дам сколько хотите. Так, пожалуйста, я... 15 это максимум, да? Нет, максимум это еще больше. Но она молниеносная. Молниеносная, да. Молниеносная, поэтому я... Лука не наливайте. Вот, все. Это для лука. Смотрите, как вы сразу... Надо бы не наливать. Смотрите, у вас какие холодные нотки проскальзывают сразу. Вы не любите, когда на кухне с вами кто-то готовит. Я начинаю понимать. Нет, я думаю... А вы, наверное, когда на кухне, вы вообще к вам лучше не подходите. Конечно. Давайте, может быть, лошадь оттуда уже бросим. Бросим. Давайте. Перекладываем. Пожалуйста. Смотрите. А, хорошо. Так, так, так. И мы сейчас пряменько, быстренько, раз. Где у нас такая перемешка? Прямо прямо... Шалочка. А я вот прямо... Ой, какой молодец. Да, да. Ну, сейчас это так распределил. Ну, просто, видите, женщине... Единственное, что я понимаю, что... Женщине, ну, тяжелые сковородки вот так вот. А так все остальное, все. И она сейчас будет молниеносно. Ну, можно руки накачать тогда, если здесь сковородки. Молниеносно. И не надо спортзал ходить. Молниеносно. Не надо... Вообще, я считаю, что кулинария – это лучший способ заниматься физкультурой в том числе. Знаете, я на секунду вас покину. Друзья, у нас ловится у Довиченко сегодня. Сейчас будет небольшая реклама, после которой мы вернемся. Его значит, что «эстрагон» в переводе с венгерского означает «Ребят, мне нужно срочно выступить перед избирателем». Ну что, выпили мы с ней Игристово, посидели, потом горячее, потом салаты. И только мне Анжелина Джоли это на плечо голову положила. Тут меня микроинфаркт не хватил. Из кинофильма «Зависть богов». Дорогие друзья, смак на первом канале. У нас в гостях сегодня Лариса Водовиченко. И мы готовим салат. Салат. И я для этого салата, обратите внимание, поставил вторую сковородочку. Что мы должны на эту сковородочку? Тоже маслица, да? Да. Лариса, маслица, да? Да, скажу, сколько. Можно побольше. Так. Свекла впитает. И сейчас мы... Добавляем свеклу. И вот сейчас мы, друзья, причем делаем это вот так, смотрите. Видите? Зависть вот тоже. Так. Это тоже на терпую сковородку, на горячую сковородку, в которой растительное масло, можете мешать. Так. Но я бы хотел у вас уточнить, дорогая Лариса. Надо добавить соли обязательно. Но когда вы успеваете готовить? Как это у вас все происходит? Когда? Ваня, значит, я сегодня показываю рецепты, которые готовятся очень быстро. Если учесть, что наше время в Москве совершенно иное, чем в других городах России. И нужно все успеть. Поэтому мои блюда, которые с вашей помощью я сегодня приготовлю, будут очень скорыми. Вот это самое, ну, как бы трудоемкое, скажем. Но трудоемкое относительно, потому что отварить свеклу, она варится легко. Да, потом натереть ее. А можно ее, знаете, можно ее не отварить, а можно ее запечь в фольге. И тоже будет вкусно. У нее будет такой душистый аромат. Ну, наверное, тогда в блюде уже будут совершенно другие нотки. Абсолютно верно. Я говорю о том, что кому лень варить, если у кого-то нет плиты, воды и огня. А в чем запечь? А запечь в костре. А дома, посмотрите, в квартире, в гостиной стоит серванки румынские и кострище. И на нем мать жарит коня. Такая вот картина. Это, друзья, наша фокус-группа. Посолить. Я посолил уже. Чуть-чуть. Я посолил. Сколько? Я щепотку. Я не заметила. Я, между прочим, это, знаете, говорит о том, что я очень быстрый. А-а-а. Я молниеносен. Понятно. Ну хорошо. Ладиса, расскажите, пожалуйста, ну а что, расскажите, что сейчас, вот ваше мнение, вот сейчас столько разговоров про кинематограф. Да. Про то, что 3D пришла технология, про то, что фильмы, которые собирают кассы, это в основном фильмы блокбастеры, американские и прочее-прочее. Вот. И вообще, многие судачат, брюзжат, говорят, что вот, уже кино не то. Оно действительно не то. Да, оно совершенно новое, другое кино. Но я могу сказать, что фильм, в котором мы снимались с вашим батюшкой, с Андреем... Вы батюшкой имеете в виду мой отец. Да. Андрей. Это все равно наша русская комедия. Веселая комедия. Я когда папа увидел эту картину, он сказал, вообще все, минимум вырезали весь фильм. Нет, он замечательный. Я его обожаю. Прекрасный. Мы очень вкусно с ним работали. Выключайте эту сковородку. Я выключаю, простите, простите. У моего этот лукатый. Так, это мы выключили, да? Это мы выключили, пусть немножечко остынет. И пусть остывает. Так, что? Так, теперь что нужно? Емкость? Грецкие орехи. А мы емкость, которая будет садкой, вот такая, да, будет? Вот с такой, да? Ну, давайте такую, да. Много, не мало. Теперь мы должны грецкие орехи порубить, для этого нам нужна доска. Смотрите. Можно рубить ножом, а можно делать вот так. Дайте мне вилочку. Прошу вас. Лиз. Прошу вас. Видите, вы даже на английский язык пришли. Оп, действительно. Так, так, гораздо быстрее. Действительно, я понимаю, да, о чем вы говорите. И все. А я перемешиваю. А сколько нам нужно орехов? Ну, вот столько, может быть, еще две штучки добавлю. Я все делаю на глаз. Ну, и хорошо. Так, послушайте, это же все, это, значит, говорит о вашем полном профессионализме. И хозяйки никогда не пробуют, вы знаете, потому что бывает, когда приходят гости, наготовил котлеты и спрашиваешь потом, ну как? Ой, да, да, да. Получились котлеты? Вы не пробуете, да? Потому что я вот, когда готовлю дома, это очень редко бывает, мне, когда готовлю, я все равно начинаю пробовать. И я к концу приготовления. Я уже сытый. Моя дочка приехала на каникулы из прекрасного города Милан, она сейчас учится в Италии, и она написала смс-ку. В одной смс-ке было написано «котлеты», а потом через какое-то время пришла другая смс-ка. «Хочу сметанник». Всего вот три слова на матери послала. «Котлеты хочу сметанник». Сметанник – это торт на основе сметаны, да. А котлеты – это котлеты на основе котлет. Да, на основе котлет. Но все зависит от того, как готовится блюдо. Вот, допустим, каждая хозяйка готовит борщ по-своему, у нее свой борщ получается. Но борщ нельзя переваривать, его нужно томить на очень медленном огне. И долго он стоит долго. Долго-долго, и когда он только закипит, поэтому все овощи можно, ну, положить одновременно. А у меня папа, знаете, как суп готовит? Одновременно. У него были такие моменты, вот когда мы еще жили, папа брал все, что есть в доме, и варил из этого суп. Ну, тоже хорошо. И я старался не попадаться ему на глаза в этот момент. По молодости, это очень хорошо. Я мог стать как бы основой супа тоже. Знаете, есть какие-то нюансы, когда что-то делаешь и готовишь котлеты, или тот же борщ? Да, да. В Одессе говорят, что вы варите этот борщ. Он кипит у вас как белье. Нельзя варить борщ как белье. Так же и компот. Выключаем, пусть постоит вот здесь. Еще нам нужен, ну, вот этот большой чесночок. И что, мы его выдавливаем? Мы его режем. Вообще лучше ничего не давить. Да, серьезно? Да. Как порезать его? Сначала вдоль, ну, как... Ну, меленько. Да, меленько, вот так. Мы его немножечко посечем. Вообще чеснок лучше не давить. А почему это? А потому что тогда из него выходит сок. А так вот, как у вас получается изумительно. Ну, мы еще, да, вот так. И сверху мы сейчас резаны. И еще сверху, еще больше. И мы вот еще вот так вот, да, наверное. Тогда он сохраняет весь свой вкус. Вот это я вам упущу. Давайте. Спасибо вам большое. Валерий, скажите, а вот для вас важно? Вот вы же в ресторанах ходите, наверное, все равно не всегда готовите. Вот для вас вы можете отличить, когда готовит мужчина еду, и когда готовит женщина? И что вам больше нравится? Так как я очень много езжу с гастролями, то ресторанов бывает очень много. И когда вкусно, всегда мы просим, чтобы вышел повар, и хочется поблагодарить. И вы на него посмотрели бы? Да. И бывают женщины, знаете. Вот сейчас мы были в Иркутске, и был такой дивный ресторан, да, итальянский. А что, итальянский там? Да, в Иркутске итальянский ресторан. Ну, были и... Это еще, наверное, еще когда декабристы, с ними ушло вот итальянское возлюбленное, двое декабристов, бестужего рюмина, марчерва. И вот это потомки этих декабристов, они вспоминают то удивительное время, и те удивительные продукты, которые имели вкус. Это так важно, потому что, когда берешь помидор, его нужно обязательно понюхать. Вот этот не пахнет. Ну-ка, дайте я понюхаю. Да, это действительно, ну... А настоящие продукты, они пахнут, мясо пахнет. Лучше вообще, когда мясо не пахнет. Нет, дело в том... Но оно может пахнуть специфическим мясным запахом. Особенно, когда варишь, ты сразу понимаешь, У нас все готово, можем заправлять. Заправлять, пока пустую мисочку мы можем заправить. Пустую мисочку, да, вот это перекладывать. Так, перекладываем, давайте, давайте. Значит, я перекладываю... Свеклу. Так. Мы это слоями как-то делаем или нет? Нет, нет. Можете перемешивать? Мы все перемешаем. Так, так. Лук. Сюда мы... Давайте, давайте, чтобы тяжелую сковородку. Так, лук. Обратите внимание. Лучок. Лучок должен быть застекленеть и подрумянится, чтобы он имел какой-то... Лука должно быть много. Очень даже... Именно много лука, да? Да. Так, хорошо. Так. Теперь сюда. Теперь сюда грецкие орехи и чуть-чуть зубчик чеснока. Грецкие орехи. Я напоминаю, соль уже и там, и там была. Грецкий орех. Так. И зубчик чеснока. Так. И все это... И это все перемешиваем. И в этом все мы перемешиваем ложечкой. Так. Надо бы как-то назвать нам блюдо. Все-таки нехорошо. Имени Вики Горшининой. Виктория. Салат Виктория. Виктория, да. Красиво, да? Красиво. А его не надо заправлять? Ничего не надо. Он готов. Пусть постоит. Его можно и в холодном, и в горячем. Мы его не будем сильно охлаждать, пускай он стоит здесь. А мы приступим к следующему блюду, да? Я так понимаю. Да. Давайте рыбу. Рыбу. Прекрасно. Все привыкли делать семку, но мы возьмем или белой рыбы. Рыба перед вами. Поэтому... Рыба перед вами. Кляр нам нужно сделать. Да. Пожалуйста. Кляр. Мы делаем очень быстрый кляр. Для этого берем муку. Так. Сколько? А сейчас посмотрим. Все на глаз. Так. Значит, берем муку, добавляем в муку. У нас уникальная судьба у нашего режиссера. Потому что у вас судьба сталкивалась с режиссерами. Но и телевизионные режиссеры тоже с уникальными судьбами. Наш режиссер был долгое время массажистом в кауновской команде. Мне нужно пиво. Мне нужно пиво. Это самая частая просьба у кауновских баскетболистов. Пиво. Пожалуйста. В муку. В муку это, как говорится, уже следствие того. Мы добавляем пиво. Тихонечко вы добавляете пиво. Вот здесь я сделала ямочку. Ямочку. А я буду перемешивать. Мука должна превратиться в такую густую сметану. Так, добавляем. Хватит? Ну, пока да. Сейчас я перемешаю, чтобы ушли комочки. Так, а что мы в кляр добавляем? Либо соль, перец. Нет, ничего в кляр не добавляем, потому что мы добавили пиво. Пиво даст такую горчинку очаровательную. Мы посолим рыбу и поперчим. Все, я все понял. Позвольте мне на секундочку отойти от вас. На секундочку. Я отойду, просто рекламу объявлю, потому что просто, ну... Без рекламы никак. Друзья, у нас короткая реклама на Первом канале, после которой мы вернемся. Вы знаете, что слово «свекла» в переводе с польского означает «дорогое». Ты не говорил, что у тебя есть мать. Валентин Михайлович, у вас свекла на губах. Вы бы хоть вытерли, а то сидите натурально, как женщина. Из кинофильма «Валентин и Валентина». Дорогие друзья, смотрите на Первом канале. Наши гостях сегодня Лариса Ведовиченко. И Лариса во время рекламы сделала... Смотрите, вот что значит упорство? Так это филе. Это филе. Это треска. Треска, матушка. Значит, треска сухая, поэтому для нее очень хорошо подходит кляр. Отрежем вот этот кусочек, который нам не нравится. Который некрасивый, да? Так, значит, мы делаем... Там какие-то все-таки кости присутствуют внутри. Ну, так. Так, это коту. Давайте сюда. Это коту. Ой, коты будут рады. Коты будут рады. Так, вот так? Да. Чтобы было красивенько. Красивенько, так. Есть раз. Да? Два. Два. Ну и три. Да можно и четыре, что ли? Не, можно все, но у нас очень много рыбы, вот тут есть еще какая-то типа ментарь. Тогда это мы кладем вот сюда пока. Из этого супчик можно потом свой? Можно. Так. Это как же? Вот так? Эту? Ну, давайте так, да. Все. Надо ли нам здесь что-то разогреть? Надо нам включить вот эту вог, вот эту скандару. Ой, да, это электрический вог. И выключаем мы, видимо, его на... Максимум. На максимум? Да. Поставили. Так. Теперь мы должны рыбу посолить и поперчить. Подождите, а мы должны масло сейчас туда наличить тоже? Да. Ну, вы налимайте масло, а я посолю рыбу и поперчу. Так. Лейте, лейте, не жалейте. Лейте, лейте, не жалейте. Это папа мне всегда пел в детстве, в доме актера. Не жалейте, не жалейте. Так, смотрите, смотрите. Да, хватит. Хватит. А, то есть мы не так, чтобы прямо в фритюр. А нам достаточно. Нам достаточно. Рыба же плоская. Рыба-то плоская. Так. А нужно ли нам подготовить большую тарелочку, на которой мы будем выкладывать салфеточку и, например... Перец вот этот, да? Перец, он, да, это он. Салатик вот сюда. Так, теперь, как этот перец? Давайте, давайте, давайте. Вот. Любите перчик? Очень профессионально, очень люблю. Черный и молотый. А перчик в рыбе вообще... О, прекрасно. Теперь мы перекладываем. Можно кто-то любит, если можно, белого перчика. Можно с другой стороны белым перчиком, давайте. Можно красным. А можно старым белым, он будет черным. Но по вкусу белым. Нет, просто старый белый будет седой совсем. Старый белый будет седой. Теперь, если у нас разогрелось... Ну, не знаю пока. А как править, разогрелось? Нет, надо бросить маленький кусочек чего-нибудь. Я испугалась. Видите? Это был, друзья, эпизод из фильма «Летучая башня». Ну, кстати, да. Все, прямо он и должен за... Так, и теперь как? А чем мы это будем опускать туда? Ручкой. Мы вот так вот будем опускать в этот кляр. Вот, видите, он такой тягучий, как густая сметана, должно быть такой кляр. Так. Он не должен сползать с рыбы. Ну, прошу, в принципе, можно. Все уже, все там вон готовится. Так, ложку убрала сюда. Теперь. Так, показывайте. Берем рыбку. Берем рыбку. Раз. Два. Смотрите, ни яйца в этом кляре нет. Ничего. Тиетическое. А, мука есть, да. Ладится. Так. Так. Хорошенечко надо дать стечь, да, правильно? Угу. Оп. Так. Вон. Три. Накрываем. Сейчас многое можем положить туда, да? Можем, да. Потому что стеночки... Хороший, Вок, молодец. А это бор. Вот. Красивенький. Подождите, все, все, все. Да? Все хорошо? Приелось. Мы с вами... Давайте. Матери. Вот это. Так. Можно убрать еще чуть-чуть, а? Подождите. И сейчас мы это должны, наверное, выложить на полотенце, чтобы не нужный... Жир стек? Ну, там не будет особо жира, там это же... Давайте. Так. Сколько это должно там находиться? Ну, пока не подрумянится. Я думаю, что вот это вполне. Какая у нас? Вот это средняя была? Вот это была средняя, но она, видите, какая-то не очень румяная. Нет, почему она румяная? Вполне себе. Раз. Можно даже поаплодировать нашим гостям в степи. Два. Смотрите. Давайте еще тогда положим. Давайте. Остаточки. Вот эту положим, а те отдельно, одинокие. Одинокие отдельно. Так. А знаете, что у меня такая есть штучка? Можно... Я поняла. Да? Давайте. Ну, мне кажется, уже вот это можно, да? Да. Оп. Наверное, удобнее вот этим. Ой. Вот она. Вот смотрите, какие, да, наверное, вот степень зажарочки. Смотрите, какая может быть. А, хорошая. Так, друзья, позвольте, я расскажу, как мы это все готовили. Лариса, вы меня поправьте. Мы взяли для салата «Виктория» вареную свеклу, натерли на терке. И обжарили отдельно на сковородочке. С маслицем и с солью. На второй сковородочке мы обжарили лука приблизительно столько же, чуть меньше. Да. Лук до того момента... До золотистого. До золотистого стеклянного состояния с маслом. После чего мы это все смешали, добавили толченый, измельченный грецкий орех, измельченную дольку чеснока, перемешали, и салат готов. Да. А рыбку, мы взяли филе рыбы разным, сделали кляр из пива, из муки. Да. И после этого мы это все, рыбку мы посолили, поперчили, в кляре помакнули, и во фритюрчике раз-раз-раз сделали, обсушили все это на салфеточках. Ну что ж, друзья, и вот у нас все готово. Рыбка, салат «Виктория», Лариса, дорогая. Салат можно есть и в теплом виде, и в холодном. И в холодном. Ну что, друзья, я прошу вас поаплодировать Ларису Ларису. И чем-то давайте пробовать Лариса в виду. Я пробую всегда. Какой интересный салат. Неожиданный, да? Он очень неожиданный. Ну а как же это интересно сочетается с рыбкой, провели. С этим салатом сочетается все. Да? Ну-ка, а если рыбка? Так, товарищи, я прошу зафиксировать. Дорогая, товарищи, у нас есть для вас подарок от нашего спонсора. Позвольте мне вам вручить корзину душистого аромата пациентского чая «Акбар». Чай «Акбар» – неиссякаемый источник бодрости и энергии, хорошего настроения. Да, года на четыре. Года на четыре. Помимо этого, от нашего спонсора. Так, но вот эта кофеварка «Бор» – это творчество, которое может удовольствоваться каждый день. Благодарю. Друзья, у нас сегодня в гостях была замечательная Лариса Удовиченко. Немедленно аплодируйте, Ларис. Я на секунду отойду, попрощаюсь, вернусь, будем продолжать. Друзья, у нас короткая пауза. Вернемся к вам в следующей программе. И, наконец-то, вы узнаете, что «кляр» в переводе с польского означает «как ты думаешь, кто будет сниматься в главной роли?» Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!